Правда, мне непонятно, что это за действия, что если я вижу что-то, что приносит вред, скажем, война. Как вчера Вы дали пример Дуди, что я должен исправить это внутри себя. Я не понимаю этого. Объясните, пожалуйста. Войны, которые мы знаем, понимаем, чувствуем, которые происходят перед нами, это всё результат наших желаний. Понятно нам, что мы в наших эгоистических желаниях не желаем быть соединёнными друг с другом добрым образом в восполнении друг друга, потому что, собственно, в системе Адам Ришо, мы все действовали во взаимном восполнении настолько, что мы были единым человеком с единым сердцем. Но затем Творец добавил желание получения в эту систему. Адам Ришон. И мы уже должны прийти к состоянию последнего человека, когда мы воспринимаем это эго, о котором сказано, «Я сотворил злое начало, и я сотворил Тору приправой, то есть Высший Свет, чтобы Вы использовали Высший Свет так, чтобы Он исправлял Вас и снова привёл Вас в систему, в которой Вы находитесь в объединении как единый человек с единым сердцем. И это и будет концом исправления. Я дал Вам злое начало. Вы ненавидите друг друга, входите в различные войны, беды, проблемы между Вами. Но Вы получили также от меня Тору приправу. То есть Вы можете одолеть это злое начало тем, что Вы проверяете, насколько оно является злым, и обращаетесь ко Мне. И я вместо злого начала устанавливаю Вам доброе начало. И тогда Вы приходите к объединению между собой и к системе огромной, цельной. И этим Вы постигаете всю действительность в виде совершенном, удобном, добром, хорошим. И это, собственно, процесс, который мы должны понять, почувствовать, осознать. И то, что мы получили изначально систему разбитую, и в конечном счёте с помощью исправлений и требований наших к Творцу, мы получаем свет, возвращающий к источнику силу добрую, которая помогает нам объединиться. Так у нас есть в конце пути также понимание, что является злом в начале Творения и что является добром в конце Творения. И мы можем сравнить их, понять, быть, как в чувствах, так и в разуме, в двух этих состояниях. И этим тогда мы постигаем Творца и приходим к Его уровню, Его ступени. Таков, собственно, путь и состояние, к которому мы должны прийти. Поэтому мы не стираем никакое зло, которое было, не забываем его. А все эти вещи нужны, должны стоять перед нами, и мы должны находиться только в совпадении и под свойствам перед ними, чтобы все плохие состояния находились в основе нашей работы, как авиют ступени, а все наши достижения, все наши постижения, когда мы стараемся подняться над злом к добру, чтобы это было высшей частью Парцуфа, которую мы строим. И так мы устанавливаем Парцуф общий, который называется Нешама, Душа. И не как Душа, Адам Ришон, которую сотворил Творец в такой маленькой форме, а мы с силой нашего эго, которую мы добавляем к тому самому Парцуфу, тогда мы приходим к нему в этом Парцуфе к ощущению самого Творца. И это плата за всю нашу работу и усилие. И мы приходим к тому, что Творец находится между нами, и мы находимся с ним в полном слиянии. Взял. Все.